Всем привет, друзья! Решил записать такой внеплановый ролик, просто чтобы поделиться эмоциями и некоторыми соображениями, кстати, на Багемской Рапсодии. Давайте начнём с того, что я являюсь фанатом группы Queen, исходя из чего я с большим любопытством следил за всеми новостями, кстати, на съёмок. Начиная с момента, когда планировал снимать биографический фильм про Фредди Меркьюри с Сашей Бароном Коэном в главной роли, и заканчивая новостями о том, что Брайан Сингер был уволен с поста режиссёра посреди съёмок Багемской Рапсодии. Так что да, фильм я ждал, и причём очень сильно. Особенно после первых тизер-трейлеров. И, наконец, я его посмотрел. Получился ли он шедевром или обычным проходным фильмом? Давайте разберёмся. Для начала хочу кратко рассказать про сюжет. Багемская Рапсодия охватывает некоторые ключевые события из жизни группы и Меркьюри, то есть создание группы, первый успех, распад группы, болезнь Фредди и их величайшее выступление на стадионе Уэмбли. Здесь я хочу остановиться и сразу обсудить минусы. Большинство из которых связано именно с самой историей. Начнём с того, что она обрывиста. Сценарий то и дело скачет по разным временным промежуткам, причём очень резко. Вот мы видим создание группы, и буквально через 15 минут Куинн уже всеми обожаемые и её замечают влиятельные продюсеры. Или же другой пример, когда поведение Фредди кардинально меняется в течение получаса, если не меньше. И здесь вина не актёра, а именно что сценарий, в который пытались уместить все взлёты и падения величайшей группы. В итоге превратив действие в нарезку ключевых моментов, с минимальным разъяснением. Также не будем забывать, что большинство событий или очень приукрашены, или наоборот не дожаты в полной мере. Но так как я понимаю, по каким шаблонам пишутся биографические или любые другие исторические фильмы, то и негодовать я буду меньше. Всё же закон драматургии одинаковый для всех жанров, так что преуменьшение или преувеличение в какой-то степени оправданно. По гемскорбсуде всё держится на более-менее стабильном уровне. Хотя слишком уж дотошные зрители могут и вовсе расстроиться. Здесь безоговорочно лидирует Рами Малек. И речь здесь идёт не столько о том, попал ли он в образ, сколько о том, тяжело ли было увидеть его настоящего. И это точно. Рами Малек просто растворился в герое, которого он играет. Смотря на экран, я видел лишь Фредди Меркури. И знаете, в некоторых моментах становилось даже жутковато. Настолько идеально были переданы движения и мимика. Рами Малек превзошёл все свои актёрские работы. Хоть их не особо много, да? Но это его пик. Хоть многие жаловались на мисс каст, но я с самого начала верил в Рами, и он меня не подвёл. Здесь однозначно будет номинация. Насчёт победы не знаю, потому что среди номинантов будет тоже очень много сильных ролей. Но надеюсь, он выиграет. Что насчёт других актёров в фильме? Никого не могу обидеть. 90% всех актёров попали в образы. Просто на фоне игры Рами Малека они выглядят отличными, не более. Давайте теперь перейдём к плюсам фильма. Сразу, вот прям сразу хочу выделить музыкальное сопровождение. Как говорится, если в сцене есть композиция Квинн, то она априори вытащит её. Но здесь, здесь совершенно иной уровень. Композиции Квинн на каждом шагу, и они настолько хорошо задают темп всему происходящему, насколько это вообще возможно. Каждая песня используется там, где она и должна быть использована, благодаря чему всё смотрится очень динамично. Во создании некоторых выступлений, пока с того, как создавались некоторые хиты вроде Богемной Рапсоди, также очень порадовало. На удивление, хоть и не идеально, но хорошо передан характер Фредди Меркьюри, его борьба с самим собой. А если быть точнее, то со своим сервозным характером и сексуальной ориентацией. Которой, кстати, было уделено довольно много коронометража. И держите это в голове, если не смотрели фильм. Потому что некоторые зрители, наверное, не ожидая того, что Фредди Меркьюри является геем, хотя это вроде как бы общеизвестный факт, выкрикивали какие-то довольно странные оскорбления в его адрес, так что не знаю. Благодаря всем этим плюсам, те, кто считал Фредди светлым человеком, наконец-то смогут взглянуть на его персону с другого ракурса. И это очень хорошо. Порадовал также операторская работа и режиссура. Ну а теперь хочу поговорить о самом главном. О концовке фильма. В конце нам показывают как раз это самое величайшее выступление Куин на Live Weight, которое проводилось на стадионе Уэймли, в поддержку пострадавших от страшного голода в Эфиопии. Это первое выступление, которое транслировалось на 13 спутниках в более чем 150 странах, и которое собрал почти 2 миллиарда зрителей у экранов. Вы только вдумайтесь в это число. Оно огромное. Особенно если учитывать то, что это все было в 80-е годы. Создатели фильма решили досконально переснять это выступление, создав огромнейшую декорацию стадиона и пригласив более 2000 людей массовки. И снято это все на превосходном уровне. Вся эта энергия, исходящая от Фредди, от гитаристов, от барабанщика, от толпы фанатов, пронизывает тебя насквозь. Ты вжимаешься в кресло и ловишь такой заряд адреналина, что сердце выскакивает из груди. Честно, смотря на это, я сидел и еле сдерживал слезы. Настолько это было эмоционально. Знаете, я многое бы отдал, чтобы оказаться на том стадионе и увидеть это все вживую. И я бесконечно благодарен всем людям, которые работали над этим фильмом, за возможность прочувствовать весь этот эмоциональный накал, который происходил в тот момент. Они подарили мне возможность посмотреть на прекраснейший закат Куин, а в частности Фредди Меркьюри. И это дорогого стоит, я вам так скажу. Что же у нас в итоге? А в итоге у нас довольно средний боёпик, страдающий от рваного сценария, но зато бесподобная музыкальная драма, которая вжимает тебя в кресло. Всем фанатам Куин обязательно к просмотру. Я клянусь, вы точно не останетесь разочарованными. Это видео должно было выйти намного раньше, оно должно было выйти прямо после самой премьеры, потому что я ходил сразу на неё, но из-за недостатка времени у меня не получилось выпустить этот ролик вовремя. Так что не знаю, кто или нет сейчас, сомневаюсь в этом на самом деле. Но я не особо слежу за трендами, так что пускай будет. У меня просто главное было поделиться эмоциями и хоть что-то выпустить на канал, потому что сейчас очень большой застой в два месяца, что меня не радует. В планах у меня выпустить довольно интересный ролик, который выйдет скорее всего в конце декабря. Так что такие дела. А если понравился данный ролик, то поставьте лайк, напишите своё мнение в комментариях касательно фильма, касательно видоса. А на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Всем удачи и пока.